Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Озвращаясь к истокам». Мы продолжаем нашу беседу о дарах Духа Святого. Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новая надежда» Сой Евгений и протеерей Роман Черников, носитель храма Святой Блаженной Матроны Московской поселкой. Здравствуйте, братья и сестры! В прошлых программах мы говорили о дарах Духа Святого. И вот сегодня мне бы хотелось поговорить на тему главы 1 Коринфянам 12 глава. И у меня такой вопрос. В этой главе написано о Духе Святом, который дает дары. Но в одном случае он дает дар, а в другом он ставит на служение в даре. На ваш взгляд, есть ли здесь существенная разница? И как вот к этому относиться? Как вот рядовому члену церкви он верит или он чувствует, что у него есть дар, но поставления как такового вот в этом даре у него не было? И вообще поставление – это от людей или все-таки это прерогатива Божия? Отец Роман, как у вас? Поставление – это, конечно, воля Божия на это должна быть. То есть это называется призвание. И на православной церкви используется такой термин, как послушание. Особенно это развитое среди монашистующих. То есть монах принимает именно постриг, отрекается от мира, отрекается навсегда от женского пола, то есть от блуда, от любостяжания, то есть не имея своих практически денег. Только то, что ему дают непосредственно на проживание, ну вот или там на, я имею в виду, на какие-то телесные необходимые нужды. И послушание, так же обет, непрестанная молитва. Вот когда, допустим, принимает сан, то иеромонахом становится. Это со стороны епископа ему дается такое послушание. Потом есть послушание, допустим, возглавить там монастырь, стать игуменом, послушание, если человек в миру монашествующий, тоже послушание служить на том или ином служении, посещать тюрьмы, школы и так далее. То есть даже стать патриархом – это послушание. То есть у тебя послушание Богу через свое служение людям, через свое служение в церкви. А что касается уже конкретно вопроса того, что раздает каждому дар, каждому дар Святого Духа, да, но у нас есть понятие о том, что когда человек принимает Таинское Крещение, Ветхозаветная, вернее, Новозаветная Церковь, вначале возлагали руки, то есть на ней входил Дух Святой, да, а потом это стало уже миропомазанием. И вот в церкви после Таинского Крещения сразу же дается, в православной церкви сразу, даже младенцам дается миропомазание, помазывается часть и тело, глава, чтобы Господь осветил наш ум, уши, ноздри, руки, ноги, сердце, все буквально помазывается, чтобы это дар, печать дара Духа Святого, с одной стороны запечатать, да, чтобы не вошло ничто нечистое, с другой стороны, именно чтобы все наши чувства, да, наша воля, во-первых, наша воля, наши дела, наши слова, наши мысли, буквально наше даже зрение, все служило на исполнение воли Божьей для спасения своей души и для помощи и спасения близким. Пастор Евгений, вот в церкви сейчас вот существуют дары, которые вот мы читаем вот в деяниях апостолов? Да, конечно. Обязательно. Если нет дара от Духа Святого, то человеку либо будет очень сложно служить Богу, либо просто это будет невозможно. Поэтому, собственно, и дары Бог дает человеку для определенной цели. И нужно разобраться вообще в себе, а есть ли у меня дар от Бога или нет, и в каком даре мне служить. Дело в том, что Бог дарует дары, если мы посмотрим Писание, всем людям. Причем он дает дары, это способности, как верующим, так и неверующим людям. Даже есть люди, которые неправильно употребляют эти дары ради своих каких-то корыстных целей и так далее. Потому что мы видим в Писании, в книге «Деяния», когда Симон увидел, что через апостолов Дух Святой, через их рукоположение сходил Дух Святой, он сказал, я тоже хочу, продайте мне этот дар. Он хотел купить его за деньги, чтобы и через него действовал Божий дар. Но тогда он услышал слова, которые повергли его в шок, потому что ему сказали, что за это ты можешь вообще поплатиться, за такое дерзновение. Потому что он не понимал, для чего Дух Святой и Господь давал эти дары. Почему сходил Дух Святой? Он в принципе не понимал, он просто хотел употреблять ради своей какой-то личной выгоды. К сожалению, сегодня мы тоже можем увидеть, что есть люди, обладающие какими-то особенными способностями, и они могут заговорить болезнь, могут там, например, что-то пошептать, или наложить порчу, даже если заплатят за такие услуги. И мы видим, что есть люди, которые действительно обладают определенными дарами Божьими, но используют их не по назначению. Вернемся к вопросу, вы говорите о церкви. Да, это правильный вопрос, потому что Бог дал дары именно для церкви, для употребления их на служение Богу и людям. Так вот, в церкви именно, когда мы говорим о дарах, мы можем увидеть, что в Новом Завете об этом четко говорится, что есть дары учительства, есть дары апостольства, есть дары пастырства, есть дары душепопечения и так далее, пророчества и так далее. То есть, мы можем увидеть, что есть особые направления даров, в которых именно церковь движется и должна использовать. Ну, прежде всего, я бы хотел немножечко объяснить и сказать, что, к примеру, апостольство и пастырство – это дары, скажем так, управленческие. Когда, например, апостолы, им нужно было идти в другие страны, им нужно было идти к другим народам и доносить благую весть, говорить об Иисусе, истолковывать Писание, объясняя на их родном языке, для этого нужен дар такой, именно как апостол, как пастырь, чтобы заботиться о людях, насаждать церкви и говорить Слово Божие. Это уже был дар знания языков, то есть, они с любым человеком могли поговорить на его родном языке. Совершенно верно. И вот, как бы продолжу свою мысль, хотел бы сказать еще о том, что есть определенные дары, в которых мы сегодня нуждаемся. Ну, представьте, если, к примеру, есть такая нужда – объяснять людям Слово Божие нормальным, грамотным, свободно, как бы истолковым, понятным языком. К сожалению, не все люди обладают этим даром, и если поставить человека, который не имеет от Духа Святого этого дара, то, извините, плоды будут совершенно другие. Но если человек, обладая от Господа, у него есть такой дар, и он может свободно и хорошо истолковывать, тогда такой человек будет успешен в своем служении. Я понимаю так, что дары непреложные, так же, как и призвания, да? То есть, они даются, они не отнимаются. И вот мы видим, что одни потом начинают использовать их, там, зарабатывая себе что-то. Но у меня вот вопрос. Вот рядовой член церкви, прихожане, и он в себе, может быть, видит этот какой-то дар, а может быть, наоборот, не видит его. Даром получили, даром отдавайте, говорит Господь. То есть, это не средство для наживы, это не бизнес, которым мы зарабатываем, к примеру. Если за человека помолились, и он исцелился, и он говорит, сколько я должен заплатить за свое исцеление? Ведь это действительно, если пошел к врачу, нужно проплатить лечение, нужно купить лекарства, и так далее. А тут он даром, просто по действию Духа Святого, он исцеляется. Причем, если, представьте, от неизлечимой болезни исцелился, что ему делать? Но ни в коем случае в такой ситуации нельзя принимать какую-то плату. Господь сказал, даром получили, даром отдавайте. Это дар Божий, чтобы мы служили людям. Но если человек хочет сделать какое-то пожертвование, поблагодарить тем самым Бога, или сделать какую-то благотворительность, то есть, пожалуйста, ради Бога, это как бы благое наберение. Я согласен, как раз в храмах Божьих все называется пожертвованием. Люди даже приходят, я порой, может быть, могу немножко смутить людей, то есть, дайте мне продать свечку. Но она не продается. То есть, желаете пожертвования, можете оставить, вот у нас свечки свободно пожертвованы, сколько пожертвуетесь, столько берете свечей. Либо вот примерно пожертвовать, там, 10 рублей, грубо говоря, свечка, 20, там, и так далее, да. То есть, все на пожертвования, да, даже, ну, примерно, так же, цена пожертвования за литературу, за духовность, за требы, крещение, там, только не берется пожертвования, даже не берется пожертвования, запрещайся, за исповедь, потому что это действительно дар Божий, который, ну, не обсуждается. Тем не менее, всегда было в церкви, в ветхозаветной и в новозаветной, да, пожертвования, на которые жили, живут священнослужители, или тех, которые помогают, и в том числе, церковь сама, тем, кто обращается в нужде через пожертвования, которые принесли люди ранее, да, может сделать, ну, помощь, оказать людям, нуждающимся, в том числе, на больницу, на лекарства и так далее. Хотел бы все-таки пояснить вот такой момент о тех дарах, которые люди приписывают Богу, хотя обращаются за помощью, так называемым, бабушкам, целительницам, экстрасенсам, магам, чередеям и так далее. Вот здесь я не могу согласиться, что это дары от Бога. Вот Симон Волх, о котором вот, по-моему, упомянули, да, в конце концов, он был магом, то есть, и он хотел собрать народ, и он собрал народ для шоу такого, да, что вот якобы он в Духе Святом, и он поднялся на небо перед людьми всеми, перед всеми людьми. И народ стал восхвалять его за такое чудотворение, да, апостол, по-моему, Петр, помолился, и тот упал с неба и разбился. Это так описывается. Ну, по-моему, в деяниях как раз, да, то есть много так называемых чудес, которые, которые приписаны якобы Богу, на самом деле являются уже дарами от сатаны, от лукавого. Вот чародейство, ну, возьмите, в Верховном Завете даже, да, творил чудеса Моисей, и те же самые чудеса практически могли совершить эти самые... Ну, как же Волхвы и магии чародей. Волхвы магии, там, у египетского фараона, да. То есть, ну, разница. Но есть разница. Это от дьявола, от сатаны. И чудеса, да, абсолютная большая разница. Вот когда у Кашпировского, да, спросили, окрещенную или нет, он не мог зайти в Кепсичерские пещеры, он говорит, нет, вы что, если я покричусь, от меня сила отойдет. Какая это сила? Чей это источник силы? Это источник сатаны. И вот очень опасно то, что человек, с одной стороны, опасность в том, что когда угодникам Божьим, которые подвязались с подвиги, паста, молитвы, самоочищение от греховной страсти, блуда, разврата, от всего нечистого, действительно, снижали сердце чисто, сокрушенно, смиренно, и потом уже получали дар Духа Божия, дар Духа Святого, исцелять болезни, изгонять бесов и так далее. Но потом самое опасное состояние, когда к ним приходил помысл, что я достиг некой святости, я лучше других. И этот помысл, если человек мог, и если он принимал его, да, помысл гордыни, то он мог не зрить на его состояние, очень страшно погибли. И некоторые действительно погибали. А с другой стороны, как раз те, которые чувствовали в себе эту немощь, что когда они получали от Бога дар исцеления, и в них начинал вот этот червячок такой, тщеславие, они молили Бога, Господи, забирай этот дар, чтобы мне не погибнуть. Потому что если человек, иначе он может погибнуть. Так вот, экстрасенсы, так называемые, бабушки и так далее, они наоборот себе эти дары возгревают. И не только там деньги с людей сдирают, и сейчас очень много мошенников. Но не так страшно, если человек к мошеннику обратится, потому что он только может потерять материальные средства, если же он обращается. Почему же? Бывают такие последствия, что человеку становится вроде бы полегче, но в дальнейшем очень плохо ему попадает даже в зависимость какую-то. Я говорю о том, что если человек просто к мошеннику, человеку, который не имеет дара сатаны... Последствия не такие серьезные. Не такие серьезные, потому что он только теряет материальные блага какие-то. Но если он занимается магией, колдовством, ферродейством, действительно подвигом, прикрываясь православием, сейчас есть православные якобы целители и так далее, и это очень много, 90-е годы получали целые дипломы, он очень страшно, он действительно продает душу сатане. И это очень тяжкий грех. За обращение к бабушкам, к разным целителям, к экстрасенсам, церковь установила канон, на 6 лет отлучали людей от святого причащения. Это очень опасность большая. И вот именно здесь очень важно различать, различать, если от Бога это дар, который исцеляет, или бы не от Бога. Вот вы предотвращаете ему следующий вопрос. В Писании написано, ревнуйте о дарах духовных. И вот в этом случае, должно ли ревновать о даре исцеления, о даре мудрости, о даре говорения на иных языках? Как поступать? Опять-таки же, надо посмотреть контекст Писания, почему об этом говорится. Апостол Павел говорит ревнуть о дарах духовных, потому что в той церкви, по-моему, в Коринфской, если не ошибаюсь, как раз стали проявляться дары. Когда они приняли Духа Святого, эти дары стали проявляться. Кто-то стал говорить на иных языках, кто-то стал пророчествовать, кто-то стал молиться, и исцеления стали происходить, и стали чудесным образом какие-то сверхъестественные дела происходить. То есть это все происходило как дар от Духа Святого. Так вот, он объясняет, ревнуть о дарах духовных – это означает, что не нужно этого бояться, если вдруг дар Духа Святого проявляется. Нужно, наоборот, этого желать, нужно жаждать. Но нельзя забывать главные цели. Для чего? Для чего нужен дар? Если у человека есть этот дар, то Иисус не зря говорил, например, о такой притчу о том, что было, например, у одного там один дар, у другого там три. Таланта, да. Да, про таланта он говорил. Так вот, один человек взял этот талант и закопал. То есть он не использовал по назначению, ради которого Бог ему его дал. Он просто его закопал. Он даже Бога и не знал, потому что когда его спрашивают, почему ты так поступил, он говорит, я знаю, что ты такой строгий, забираешь то, что не брал, что не давал. В общем, он не знал Бога, другими словами. Он не знал того, кто ему дал этот дар. Но те люди, которые знали и понимали, для чего, они вложили и приобрели еще какое-то имущество. То есть вот таким же образом мы можем, например, посмотреть, если Бог нам даровал какие-то таланты, дал нам особые какие-то способности, дал нам дары Духа Святого. Так не закапываем ли мы их подобно тому человеку, который закопал свой талант? Бывают люди закапывают свои таланты и дары в этой жизни и не используют их ради славы Божьей. Так вот, я думаю, главная цель для того, чтобы Бог прославлялся. То есть не принимать, например, славу себе. Я такой хороший человек или я такой способный, помазанный, как сейчас модно говорит. Я такой помазанник, а вы кто такие вообще? То есть не гордыня должна руководствоваться сердцем человека, а должно быть, как уже говорилось, Роман говорил, что со смирением в сердце. Обязательно смирение, послушание должно быть. Ну вот как раз дополнить хотел бы действительно. Православная церковь сейчас, слава Богу, возрождается, ну не только вот меценаты, да, которые строят церковь и помогают бедным. Есть много волонтеров, то есть особенно это в средней полосе России. Здесь у нас есть, объединяется молодежь в своем служении, да. Волонтеры, которые ухаживают, то есть у человека есть потребность, даже душевная потребность, человеческая чистая потребность, помогать, там, не знаю, бывать животным, бывает там кошек кто-то много, да, бывает что-то еще, да, но очень важно, чтобы эта потребность реализовалась на служении не животным, а все-таки, да, а желательно людям, живым людям. Помогать старикам, есть волонтеры, которые в хосписы ходят, конкол больным, да, помогают детям, которые страдают от каких-то неизвещенных болезней и так далее, да, помогают, в том числе, анонимные алкогольники, да, наркоманинам помогают, да, то есть идут, проповедуют или объясняют и так далее. То есть они используют, действительно, они воплощают тот завет Божий, да, который Господь нам оставил, да, помогайте друг другу, любите друг друга. Освобождать от зависимости какой-то властей. Да, и вот как раз дар у человека, допустим, говорить, да, вот священник имеет возможность говорить, нужно идти проповедовать, действительно, в школу, на телевидение, там, на радио, еще где-то, да, в храме в том числе. Имеет человек дар слушать, он слушает, да, имеет человек дар, действительно, возможность благотворительно, он получает... Финансами служить. Ну, действительно, благостение Божие на том, чтобы помогать другим людям, и не для того, чтобы прославляли и пиарили его, да, а для того, чтобы действительно исполнить запад Божий о служении людям. И вот здесь дары духовные, слово мудрости, Бог даёт Духом Святом, слово знания, да, вера, да, расселение. Что касается того человека, то, которому сказал, что он якобы не знал Бога, действительно, это правильно. Он верил, он знал, что есть Бог, но он не понял его исходить и характера Бога. То есть, для чего он ему дал? Почему? Потому что он не захотел узнавать. Он его просто закопал и начал заниматься другими делами. И только сейчас мы в жизни, как бы, действительно, не задумываемся, а для чего я живу? То есть, цель жизни, а смысл жизни в чём? В том, чтобы есть, пить, одеваться, обуваться, потом в могилу тебя закопают? Или смысл в чём-то другом, да? И вот если человек постарается найти смысл жизни, постарается искать его, особенно это у молодёжи, у юношей, да, 15, 16, там, 14 лет, сейчас и у взрослого человека, да, и вот задуматься, в чём смысл жизни. И тогда, когда я пойму, в чём смысл жизни, если человек приходит в церковь, да, начинает жить христианской жизнью, то Господь даёт ему действительно дар какой-то, послужить людям своими талантами, которые ты имеешь. Ну, у нас осталось буквально 5 минут, и у меня такой вопрос. Вот человек пришёл в церковь, он прочитал вот эту главу о дарах, и он думает, ну, у меня тоже же должен быть какой-то дар. Должно ли ему вот ревновать и молиться о том, чтобы Бог дал ему этот дар, или этот дар передаётся через священника, через пастыря, там, через возложение руки, он говорит, у тебя вот этот будет дар. Бывает, знаете, что человек даже ещё в церковь только сделал первый шаг, а у него уже дары давно есть. Способности. Да, способности, да. Бывает так, что человек ходит даже годами, но у него почему-то дары не проявляются, и такое бывает, то есть разные ситуации. Но если мы говорим о том, что человек желает получить дар и служить этим даром, у него есть понимание, для чего и как, тогда, конечно же, это очень хорошо. Но если человек, даже имея определённые способности, имея дары, но не знает, как и куда их использовать, то это, можно сказать, как раз такая ситуация, можно, опасная, да, потому что, как говорится, если вот такой простой пример, если ребёнок, да, ну, духовно берём в кавычках, если ребёнок духовно, он не знает, как обращаться с ножом, но он хочет им, он видел, как взрослые берут, там, что-то режут, там, что-то делают, и он может и себя поранить, и, не дай бог, ещё других. Вот подобное может происходить и с дарами. Если человек, может быть, он делает только первые шаги веры, он только в церковь пришёл, он ещё толком, может быть, даже не знает, как служить, что делать, и он начинает говорить, да, я пророк, у меня дар пророчества, я вам сейчас на пророчествую, слушайте все меня, пастор, уходи вообще, я знаю, как надо. Ну, есть такое, у нас в церкви тоже приходят. И такие бывают люди. Или, давай, я сейчас буду молиться, отойдите, да, я сейчас помолюсь, все тут исцелятся сразу, как бы, вот, то есть, вот такие подобные вещи, это говорят о чём? Что человек духовно либо не возрождён, либо у него есть какой-то порог, который мешает ему правильно следовать за Господом. Я могу добавить, что это ревность не по разуму. И вот в христианстве, корона, так сказать, всех добродетелей, любви, смиренно-мудрия, терпения, воздержания, целомудрия и так далее, и так далее, да, смирение в том числе, да, это рассудительность. Если у человека некогда рассуждение, о чём нужно просить у Бога, дай мне мудрость, дай мне разум, понять, мы говорим, «Отче наш, да будет воля Твоя». Часто люди даже пропускают, я когда спрашиваю, молит «Отче наш», они эти слова, эту фразу вообще пропускают, «Да будет воля Твоя». Либо говорят, да будет воля там, как на земле, так и на небе, даже такие искажения, да, то есть, человек либо не понимает, и, да, то есть, и вот часто как раз мы просим, «Отче наш, Господи, вразуми меня, творите волю Твою, и научи меня с послушанием, со смирением понять, в чём я могу пригодиться, послужить людям, послужить в церкви». И вот со смирением человек может подойти и сказать, то есть, когда ты видишь, ну, у тебя есть ревность, у тебя есть горячее желание послужить людям, ты можешь прийти в церкви и сказать, «Батюшка, вот то-то, то-то, вот чем я могу послужить, да, как ребёнок, чем мама тебе могу помочь, да, чем можно помочь». И тогда действительно в общинах, слава Богу, собираются люди, которые не только могут подмести храм, убрать территорию, а которые действительно наш патриарх Святейший говорит о очень важном момент, что церковь, община, храмы Божии, приходы могут стать теми консолидирующими, скажем так, форпостами некими, да, духовными центрами, духовной жизни и помощи людям, которые вне церкви, но они нуждаются, в том числе в социальное служение, которое возложено на нашем государстве только на социальных работников, но как здорово, когда действительно молодёжь или люди, которые действительно, они им не платят деньги, но они, тем не менее, идут исполнять ту заповедь Божию, которую Господь говорит, что придите ко мне, если труднее, наследует Царство Небесное, потому что я алкал, то есть был голоден, вы меня накормили, напоили, в темнице посетили, был боли надели, был странником приняли. Вот именно христианину очень важно понять, что если мы не исполним эти заповеди Божии, то есть о служении в делах, что проявлялось, даже неверующим, вне церкви, то мы не станем христианами, потому что через служение людям, нуждающимся, мы служим Богу, ибо Бог стал человеком, оплатился. И когда мы любим Бога, говорим, но не любим человека, то есть не делаем добро человеку, не помогаем, то мы не любим Бога. Мы любим, чтобы нас хвалили, чтобы нас там как-то думали, ну, о себе думать, что я вот христианин, я молодец, сам себе замыкаться, сам себя поставить. Вера должна проявляться в делах. Любовь, милосердие, сострадание. Обязательно. Если вера не проявляется в делах, это мертвая вера, это просто голая теория. И вот очень важно, дай Боже, чтобы и мы своим примером являли, и наши прихожане действительно позаботились о том, чтобы своими дарами, которые у них есть, послужить Богу через служение людям. Ну, и как говорит Писание, не угожайте Духа Святого, но с другой стороны смотрите, чтобы вам не отпасть. Обольстившись какими-то дарами и превознестись. Совершенно верно. Поэтому всегда понимай, кто ты. Ты просто человек, ты орудие в руках Божьих. Кисточка не должна была у Рафаэля гордиться, что она написала эти там великие картины. Поэтому я кисточка в руках Божьих. Господи, твори через меня Твою святую волю. Все время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Уважаемые телезрители, я приглашаю вас посетить сайт Артем ТВ, где вы можете видеть программы, которые уже вышли в эфир. Оставьте ваши комментарии, ваши вопросы. Мы обязательно постараемся на них ответить в одной из следующих телепрограмм. На сегодня всего доброго. До свидания. До новых встреч в эфире. Храни Господь, восхитай Бог же. Служить Богу и ближним. Используйте дары Духа Святого во благо. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»